всем здорово всем привет ехать довольно далеко надо часть себя чем-то занять дороге дорога прямая на обводнице поэтому решил как бы совместить полезное с приятным время ни разу не теряется а заодно расскажу вам в общем то что необходимо вообще для использования какое выбрать диагностическое оборудование на самом деле смотрю просто понятное дело на youtube очки не только свой канал но еще много других каналов и периодически вижу но по личному опыту что показывают дичайший бред вот моем понимании поэтому в общем то решил сделать этот видеоролик для новичков больше наверно он предназначен точно определился с диагностическим оборудованием ну либо уже может быть некоторое время в этом бизнесе и тогда буду рад услышать ваше мнение в комментариях вот чтобы вы написали как вы считаете согласны не согласны либо что-то еще может быть навигатор будет стрелять иногда в нашу беседу с вами вот ну не обращайте на него внимания и так в общем то что необходимо выбирать из диагностическое оборудование какое из него хорошее какое плохое на всех каналах начинают там всякие крутые диагностические типа сканера рекомендовать ну я вам скажу намного проще самое первое что необходимо купить для диагностики автомобилей да это не сканер диагностический по чтению ошибок это обычный мультиметр какой мультиметр купить выбор исключительно за вами я в основном использую мастек модели показывать уже не буду вариантов их целая куча принципе какой купить повторюсь еще раз роли особо не играет потому что любым практически можно померить и напряжение и сопротивление и силу тока и все остальное ну понятное дело самый дешманский не стоит брать в общем то отдайте какую-то небольшую сумму денег да возьмите нормальный мультиметр очень хорошо если будет захватом диапазонов если будет еще ну то есть не надо было например тыкать там от 1 до 10 килоом от 10 до 200 килоом и так далее чтобы само определяло ну и также если в нем будет допустим еще присутствовать какой-то минимальный базовый осциллограф да ну понятное дело что это не осциллограф по столов что там и что-то такое какие-то базовые замеры можно сделать если будет интегрирован это только огромный плюс вот потому что как бы вы где ошибки не прочитали каким бы крутым диагностическим прибором если вы не полезете дальше с измерительным прибором смотреть показания то это не диагностика бурга полная это чтение ошибок то есть как вам уже говорилось не однажды так вы сами если в теме сталкивались уже с подобной картиной да например вылезет у вас ошибка на датчик распредвала вот и толпы толпы этих самых диагностов говорят по машине идите меняйте датчик распредвала на хера его менять надо убедиться в чем дело на датчик распредвала ошибка может выскочить из-за датчика распредвала из-за проблемы с проводкой из-за перескочившего ремня гарем и отсутствие синхронизации коленвала острова из-за неверного сигнала с датчиков коленвала и за забитой стружки вот накидает массам нададцать того же распредвала на датчик того жили Bolsonaro на Китае, уже будет показывать неверно будет эта ошибка, и еще в общем-то несколько вариантов, перечислять не буду, забивать вам голову поэтому всегда всегда, то есть первое, что вам по-любому понадобится для нормальной диагностики, а не для колхозинга типа почитаю ошибки и я уже знаю, что поломалась машинка поломалась у вас, вот нормально, чтобы делать диагностику вам всегда понадобится следующее как бы, ну, осциллограф без него никуда, ну, хотя бы вот, как я уже сказал, интегрированный, маленький простенький покупка нормального осциллографа будет ваш следующий шаг, далее вам понадобится контролька контролька вам понадобится просто по-любому, причем две контрольки вам понадобятся одна контролька вам понадобится как минимум на светодиоде вторая контролька вам понадобится на лампочке габаритной, как минимум почему? потому что, допустим, если вам необходимо посмотреть короткий импульс какой-то которая на лампочке у вас не будет успевать накаливаться лампочка и вы не увидите импульс например, на бензинке вы хотите посмотреть импульс, который приходит на форсунки осциллографа у вас нету чего-то еще под рукой хотите импульс, вы увидите поэтому вам понадобится на светодиоде контролька если вы хотите проверить что-то силовое вам по-любому понадобится на лампочке на нити накаливания контролька почему? потому что, в общем-то чтобы вы не делали чтобы вы не делали то светодиодный небольшой ток потребления и если там где-то перегнивший либо надломанный провод то светодиодный вы не увидите то есть оно будет светиться и все, ток потребления маленький именно, которое с лампочкой то ток тогда вы увидите что, ну, в общем-то под нагрузкой провод целый и токи через него и проходят нормально нигде ничего не теряется это минимум, просто вот стартовый конечно же, мы с вами сегодня поговорим и про диагностическое оборудование которое к компьютеру подключается которое ошибки читает значит, первое, что по-любому я бы порекомендовал брать в начале ну, раньше бы я сказал конечно, пацаны берите ELM 327 нет, ну, как уже не пляши ELM 327 морально уже устарел на канале есть куча видосов как можно сделать в общем-то прокачать ELM-ку для эмуляции каких-то, в общем-то более серьезных приборов эмуляции каких-то сканеров ну, как ни пляши все равно это ELM-ка и, как говорится как запорожцы ты не краешь, да не накачивай колеса и не заправляешься этим топливом Mercedesом или BMW он не станет здесь, в общем-то картина абсолютно та же с чего стоит из бюджетного начать, однозначно я вам скажу однозначно это будет по любому за 3,6 километра зjazд до керунек 222 Гдаńsk-Оруня Старогард Гданский вот, это автоответчик уклинился значит, сейчас еще скажешь что там ремонт дороги идет значит, смотрите следующее, что автоком автоком это просто не ходи к гадалке есть у него, конечно какие-то небольшие нюансы которые я сейчас назову значит из этих небольших нюансов является то, что им крайне не рекомендуется чтобы вам кто не советовал не стирать ошибки ни в коем случае особенно во французских машинах читаем ошибки все хорошо молодцы, ребята ничего против не имею стирать не рекомендую валят блоки 81-й Сириус валит это просто гадалки не ходите можете на канале найти в общем-то видосы после стирания EDC 15-ю серию валят не полностью блоки частично только ну, то есть потом появляются ошибки которые нельзя стереть и в принципе перечислять уже блоки не будут достаточно хватает различных нюансов да где автоком он же Delphi он же WoW валит блоки где-то полностью где-то не полностью ошибки читать можно проблем абсолютно никаких нет параметры смотреть можно стирать ошибки не рекомендую далее что следующий сканер ну, как бы сами понимаете прекрасно 35 долларов это совершенно не деньги на Алиэкспрессе напрячь булки можно купить его еще дешевле ссылка кстати будет внизу на наш форум там куча вообще полезностей покупок измерительных есть и приборов и так далее у проверенных продавцов не я продаю говорю сразу это на Алиэкспресс вот там найдете много чего интересного следующее завтоком что я порекомендую купить ну, конечно же я сразу же вам скажу как ни пляши то любое дилерское оборудование даже его отлом намного лучше работы чем ваши вот эти тетрисы мультисканера и так далее для того чтобы делать какую-то более-менее серьезную работу это однозначно будет оно то есть допустим для мерседесов это будет старуха для реношек это будет конклип для ситроенов пежо это будет лексия пежо планет тут просто не о чем думать для значит ваг линейки это будет либо вцдс либо ваз либо еще другое оборудование которое под это заточено для старых обилей это будет обком тут думать даже нечего для более новых это GMT Wi-Fi там либо обычный или сбышный вам решать ну в принципе вариантов целая куча ну понятное дело по старту вы абсолютно не в зуб ногой какие машины к вам будут когда приезжать и что стоит покупать поэтому поначалу все-таки следует рассмотреть мультимарочные сканеры а потом уже в процессе когда начнете выполнять работу тогда уже видя какие машины к вам чаще приезжают тогда и будете приобретать что-то ну из дилерских запросов этих да следующее из мультимарочников чтобы я порекомендовал посмотреть значит лаунч оригинальный ну ни в коем наверное разе в моем понимании это личное наблюдение у меня был в принципе валяется оригинальный лаунч и диагзон отлом я вам скажу диагзон выше крыши мне нравится полностью никаких претензий тем более в принципе в общем-то разговаривал и с огромным количеством мастеров если рассматривать ключную скажем так работу связанную с ключами с кем-то конфигурациями и так далее то это как по минному полю ходить с лаунчем даже с оригинальным потому что в общем-то ну сейчас я например нахожусь в Европе да и здесь здесь если необходимо сделать что-то конфигурацию с какой-то машиной я лаунчем не лезу я использую только либо отлома от оригинального оборудования либо что-то с использованием онлайн здесь старых машин нету в принципе и по этой причине в общем-то использовать лаунч ну себе дороже потому что когда завалится какая-то машина за 300 метров зъедь в право до kierунек 222 Гдаńsk-Оруня старогард гданский зъедь в право до kierунек 222 Гдаńsk-Оруня старогард гданский я использую исключительно то есть если не просто ошибки почитать параметры посмотреть то использую однозначно только отломы которые я вам перечислил далее что необходимо значит из оборудования чтобы я еще посмотрел то что я уже сказал оригинальный лаунч ну смысл платить больше тем более с учетом того что по опелям уже сколько лет нихера не сделали оригинальный лаунч хотя уже немного кто обращался про перевод на русский язык я вообще молчу типа вот когда берешь лаунч на русском языке за 200 метров нехилую кучу денег и уже сколько просил их исправить эту проблему до сих пор не сделали перевод на русский язык поэтому я считаю вполне что диагзона диагзона для проведения диагностики на порядок лучше и стоит дешевле следующее что я бы может быть рассмотрел за диагзоном кстати ссылка на диагзон будет внизу под видео следующее что я бы рассмотрел наверное после диагзона это было бы у нас ну может быть наверное ой как он называется собака X-Tool называется вот X-Tool X-Tool вот потому что в общем-то с диагзоном они себя друг друга в общем-то мне кажется неплохо дополняют потому что иногда один перекрывает какие-то машинки для диагностики иногда другой в принципе вот такая рабочая пара и оба места не занимают у диагзона как бы вот я его скоро переделаю чтобы на айфонах тоже работал X-Tool в общем-то молодцы ребята даже на айфон уже сделали он работает без разницы какой андроид у вас или айфон поэтому огромный плюс вот что еще интересного рассказать можно может быть я что-то забыл из такого начального оборудования с чего стоит начинать может о чем-то не рассказал мне бы было это интересно прочитать в ваших комментариях внизу под видео опять же я повторюсь это перечисление именно с чего следует начинать такой комплект хотя в принципе вот именно для диагностики он практически у меня не говоря про уже работу с ключами ну про ключи уже если вам интересно мы на курсах обучаем ну в общем я могу сделать если хотите обзорчик оборудования у нас на канале тоже пишите внизу комментарии свои оставляйте сделаю тоже такой легкий обзорчик если вам это конечно же интересно в общем не забывайте проводим курсы по работе с иммобилайзерами подписываться на канал лайкосы как говорят поляки лапку в гуру да вот комментарии внизу оставляйте свои всем до скорых встреч пока пока